Это реальное кино обо всем, и сегодня праздник святителя Митрофана Воронежского. И я уже писал несколько роликов о чудесах, которые происходят по молитвам святителя Митрофана, чудесных явлениях и заступничестве этого святого в наши дни. Сегодня пришел, вчера вечером, пришел на канал, или сегодня, ну вот в эти дни, пришел на канал очень странный комментарий, который я, вот меня заставил задуматься. Вот он, Ольга пишет, и в конце фраза, простите, что нечетко, я не могу сейчас настроить, я в дороге, вот саму личность, какой был человек, святитель Митрофана, можно ли осветить подробнее, пишет она в конце этого комментария. Меня очень удивил этот комментарий. Ну как я могу осветить личность, я что, на рыбалку ездил там, или как-то там, ну в горы ходил, ну нет же, да. Но, тем не менее, раз этот вопрос пришел, в принципе, комментарий этот осмысленный, большой, то я подумал, что, ну, наверное, судьба еще раз вернуться к этому вопросу. Кстати, вот у меня святитель Митрофан, вот он, среди трех святых и Богородицы, проецируется на стекло на темных участках, вот если на свет, он не видно будет. А если на темном, видны эти святые, как такая слабая проекция прозрачная. Почему именно эти святые? Потому что святитель Спиридон, сейчас очень коротко скажу, ознаменовался в моей жизни чудом, да, то есть он сделал чудо. Я об этом тоже рассказывал очень давно, когда еще канал был посвящен частично автомобильной теме, что в одной из старых машин, когда я понял, что она может сломаться, я возил с собой икону, привезенную, подаренную мне со святой земли, со святителем Спиридоном и частицей его облачения. И вот все дни, когда я ездил месяц с этой иконой, с машиной было все в порядке. Когда я отдал в Троидын, она на следующий день поломалась очень серьезно. Я не виноват на самом деле, то есть это стечение обстоятельств. Но у меня это стечение миновало. Это святитель Спиридон. Светитель Николай, он там и исцеление, и лобызание, тоже об этом есть подробный ролик, но святитель Митрофана я вообще называю своим дедушкой, и не без оснований. Я не буду сейчас долго рассказывать про то, что я уже говорил, как святитель Митрофан является во сне людям, или голос в тонком снег, когда человек прилег, что-то ходил, ходил, вот ну ходил по дому, что-то, ой, да так что-то в сон, на пять минут прилягу, и хлобызь святитель Митрофан приходит и что-то говорит. Эти люди из моего, в принципе, окружения, я их знаю, и не доверять им у меня нет смысла, потому что они говорят такие вещи, такие вещи, которые они никак не могут знать. И говорят, а откуда ты это знаешь? А мне святитель Митрофан сказал. Ну и самый яркий, наверное, случай, это когда одна девушка осталась с детьми без мужа, вдовой, и к ее сотруднице пришел какой-то дед в священческом облачении и представился, потому что сотрудница не церковная, не верующая. Представился и говорит, я святитель Митрофан, ты переживаешь за такую-то, а у нее все будет хорошо. Ну и она на следующий день на работу приходит, рассказывает вот этот случай. Говорит, кто это вообще, чего он сказал? Ну, в общем, все в шоке были. Потом у этой девушки правда было все хорошо, уже святитель Митрофан являлся к ней по-разному, в том числе в виде голоса, и указывал, что именно ей дальше делать в жизни. А она по своему смирению или гордыне, наоборот, сначала не слушала, пошла голову мыть, потому что подумала, что я с ума схожу. Какой-то голос мне говорит, какой человек сыграет какую роль в моей жизни. Потом этот человек действительно сыграл роль в ее жизни, очень важную. То есть святитель Митрофан был прав, и он еще раз пришел, сказал, «А я тебе уже это говорил». То есть вот, но она не заказывала этот, я извиняюсь за выражение, сейчас театр, да, как бы, она это не заказывала. Она просто верующий человек. И святитель Митрофан вот пришел и так вот ее поддержал и укрепил. И вот святитель Митрофан, он приходит и является, является голосом не тогда, когда его зовешь. Когда его зовешь, он просто помогает. А приходит он тогда, когда он сам считает нужным прийти. И как бы ваш покорный слуга, то есть я не могу сказать какие-то события, которые произошли со мной с участием святителя Митрофана. Очень важные, потому что это касается других людей, это может ввести в прелесть и так далее. Но это было совершенно явно и очевидно. Его заступление, его, опять же, голос вот этот смиренный-смиренный, как бабушка, которая своего уже взрослого внука, ну, как бы, наставляй, советует ему, как бы, так. Ты бы вот так бы сделал, сделай вот так вот. Таким смиренным-смиренным голосом. И еще, когда он что-то вещает, святитель Митрофан, вот люди отметили, что он много раз говорит «Слава Богу!» Так, ну и «Слава Богу!» Вот это, ну и «Слава Богу!» То есть, много раз он это говорит. Очень смиренный. Даже в Акафисте написано, что пастырь добрый. То есть, все-таки мы не сумасшедших пастырей в Акафистах воспеваем, не строгих, не требовательных, а пастырей добрых, они входят в века и их поминают с любовью. И они приносят помощь тем, кто живет сейчас. Вот это, что касается, какой он человек, да. Ну, я могу только составить это впечатление из того, что вот было со мной, было с теми людьми, которых я знаю, которые точно не чокнутые и не сочиняют. Потому что такое не сочинишь, что они говорят. Ну, может сказать, что это очень смиренный святой, наверное, самый смиренный, с самым смиренным голосом из всех. Ну, с какими приходилось, так сказать, контактировать. В то же время, в то же время, был один случай, который описан. Сейчас вот по-быстрому тоже не смог найти, но наверняка люди и читали этот случай, и можно его найти в интернете. По-моему, в книге-то есть про святителя Митрофана. О том, что когда он уже отошел ко Господу, он принял схему с именем Макарий. И просил, чтобы его вот поминали как Макария, как схемонаха. А не как архиерея. И один из кельейников решил уже переоблачить мощи в архиерейские одежды. Ну, вот кто точно читает, поправит меня. Но смысл такой был. И когда он уже выходил из кельи, чтобы переоблачить мощи святителя Митрофана в архиерейские одежды, из схемонашеских, он почувствовал такую ослабу, что упал в этой кельи. И то ли без сознания, то ли просто не мог идти. И тогда он услышал этот смиренный голос святителя Митрофана, который сказал ему, не дерзай нарушить мое завещание. То есть он вместе со своим смирением в каких-то моментах действует очень четко, сильно. То есть это не какой-то забитый там дедушка, который там пошептал, ну не выполнили, ладно. Но он может очень сильно подействовать и использовать всю свою силу, которая распространяется на наш материальный мир и сейчас. Но я еще раз хочу сказать, что я не могу рассказать все истории, связанные со святителем Митрофаном, потому что это очень личное. Люди все друг друга знают. И чтобы это не было каким-то посмешищем, может быть, или каким-то издевательством, или неправильно истолкованно, или не ввело в прелесть других людей, я не буду об этом говорить. Но то же самое было, когда помощь Митрофана была, когда у меня были проблемы с работой, начались, и меня начали выживать оттуда. Я считаю, за веру православную, когда мы поехали с водителем в командировку, я его причастил, там не то, что уговорил, сказал, знаешь, Ромка, надо причаститься. Ты же Богу говоришь, да, я хочу. И мы с ним поехали там по пути, этот монастырь, заехали туда, пришли. Тогда начались серьезные проблемы на работе. Причем об этом никто не знал. То есть они на духовном уровне восстали, эти бабы, злые. Все эти бухгалтеры, отделы кадров, они просто меня изживали оттуда. А они ничего плохого не делали, не говорили. Просто на тонком уровне они почувствовали и всю свою злобу отражали. Но я ушел с работы официально через несколько лет, когда я сам принял такое решение. И что стало с людьми, которыми меня не поддержали там. Но я не в гордыню это говорю, а просто я ужасаюсь смотрю. Я ужасаюсь и смотрю на свои грехи. Как говорится, что вы смотрите и не думайте, что вы менее грешные. И смотрите, как бы с вами не случилось что-то похуже. Есть такой момент в Евангелии. Так и здесь я смотрю и ужасаюсь, насколько Бог сильный. И я не желал им того, что с ними произошло, с этими людьми. И еще раз хочу сказать, что я это решение принял сам уходить. То есть святитель Митрофан, он меня сопроводил до того момента, когда я был готов. И это совершенно тоже очевидно. И когда они говорили там, вот там кто-то, я говорю, я на вас дедушке пожалуюсь. Какому дедушке? Вы знаете. И правда дедушка помогал. В Воронеже там любит всех к бабкам ходить, к колдунам. К бабушке схожу, как к бабушке сводили. Я говорю, я на вас дедушке пожалуюсь. Так оно и стало, что святитель Митрофан, ну как бы он и дедушка. Вот, и один из любимых святых. Поэтому, что я могу сказать, отвечая на этот комментарий, возвращаясь к этой теме, что святитель Митрофан один из смиреннейших святых, который не ломает об коленку волю человека. Это очень важно. То есть он как бы уговаривает, наставляет. Но человек сам, сам должен принять решение. В то же время он может сильно действовать, когда события касаются чего-то важного. Ну вот, как вот этот случай с облачением. Может сильно действовать. Поэтому святитель Митрофан всегда рядом. И сейчас в наши дни происходят чудеса. Для тех, кто обращается к нему за молитвенным заступлением, помощью, предстательством перед Богом в трудных жизненных ситуациях. Еще хочу сказать, что у меня есть фильм о святителе Митрофани. Он один из первых документальных фильмов. Я его снял достаточно давно. Он в таком немножко репортажном стиле. И когда я этот фильм снимал, произошло еще одно чудо явное. Когда я только приехал со съемок из Золотниковской пустыни, мне звонит один человек, который такой блаженный, который не в гордыне использует те явления, которые с ним происходят. И говорит, слушай, приходил святитель Митрофан и сказал, спасибо большое за подарок. Мне такой подарок еще никто не делал. А я еще фильм не монтировал. Я только в линейку начал ставить кадры. Я еще не знал, какой он будет. Мне, конечно, это очень польстило. Но я вас прошу не обольщаться. Пишите на то, что мы все сумасшедшие. Но давайте лучше будем сумасшедшие в том, что мы видим представительство святых и радуемся этому. И восхваляем Бога нашего, чем мы будем сумасшедшие тонуть в своих грехах. И еще раз хочу сказать, что на канале есть фильм про святителя Митрофана, который я снимал в 2010 году. С кадрами с его монастыря, в котором он принимал монашеский постриг. С его храма, в котором он служил мирским священником. Символическая могила жены святителя Митрофана есть в этом фильме. И очень интересное интервью игумена Илариона, который сейчас епископ Иларион Кайгородцев, который был доступный человек, а стал недоступный для меня человек. Эта шутка тоже есть отдельно из жизни. И он говорит очень интересную вещь. Когда разрушенную Золотниковскую пустыню они пытались восстанавливать, они чувствовали помощь святителя Митрофана просто по молитве. Они не искали спонсоров. Нашелся человек, который поставил им деревянный храм. Просто приехал, сказал, я поставлю. Там сложное очень переплетение событий. И так далее, и тому подобное. И вот этот вот на тот момент игумен Иларион сказал, помощь реально идет. Желаю всем помощи святителя Митрофана. И поздравляю с этим замечательным днем. И повторюсь, что эти чудеса происходят в наши дни для тех, кто с верой и любовью обращается к заступничеству святых и их представительству перед Богом. Благодарю вас, друзья мои, сердечно за вашу помощь каналу, которая очень важна сейчас за каждого из вас. Моя недостойная молитва – земной поклон. С праздником! До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok